Каникулы – лучшее время для каждого ребенка. Никаких уроков и раннего подъема. Но это совершенно не значит, что сами учреждения образования уходят на перерыв. Закрываются учебные классы, но открывается лагерь с дневным пребыванием. Каждое утро в 28-й школе начинается с измерения температуры, мытья и обработки рук. После завтрака ребят ждет насыщенная программа. У нас есть игры на открытом воздухе. Ежедневно, два часа, мы уделяем этому особое внимание. Дети также развиваются на улице, проводятся различные игры. Также у нас есть приглашенные гости, сотрудники ГАИ, сотрудники МЧС. В распорядок входит завтрак, обед и полдник. И, конечно, дневной сон. Еще школьники смотрят кино, рисуют и поют. В программе есть и патриотический квест. В форме игры детишки больше узнают о любимой Беларуси. Всего пять станций. На одной из них ребятам нужно догадаться, в какой сказке были нарушены права героя. В какой сказке Баба Яга замышляет похитить чужого ребенка, используя для этого неких птиц? Гуси-лебеди. Молодец. На каникулах школьники посещают и культурные объекты района. В рамках проекта «Моя земля Проднепровья». На этот раз экскурсия в 16-й библиотеке. Здесь ребят ждет не только история, но и практическое знакомство с книжными полками. С сентября 2021 года мы вступаем во второй этап под названием район Ачиняя-Дзиверы. В рамках второго этапа проекта каждое учреждение образования имеет возможность посетить объекты исторического и культурного наследия другого учреждения образования. В 30-й школе дети тоже не скучают. Подвижные игры – часть дня. Спартакиада всегда в списке любимых занятий у малышей. Чем ты в лагере занимаешься? Играем. Ну а во что играешь? В попы. А что это такое? Это инсистресс. Какие у тебя самые любимые игры в лагере? Рисовать. И что рисуешь? Ну, разукрашки, маму и все такое. В интересные места вас водили? Да. Куда? В музыкальную школу. Лагерь работает с понедельника по субботу. Каждый день – своя программа. Ее обновляют из года в год и подстраивают под интересы детей. Проводится, например, День права, День безопасности, День здоровья и спорта, День родной земли и другие. И в рамках этих дней проводятся мероприятия. Это и брейеринги, и дискуссии какие-то. Сейчас в Могилевской области работает 250 школьных лагерей с дневным пребыванием. Отдыхают в них почти 7,5 тысяч ребят. Осенние каникулы, напомним, завершатся 7 ноября. Зимние начнутся 25 декабря. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.